что же ребят пришла осень время для путешествий семьей не забываем что на улице карантин все границы закрыты и практически некуда ехать но если вы вдруг оказались в латвии то поделюсь с вами одним замечательным местом где владе можно недорого из высокой эмоциональной составляющей провести время били не пелс это поместье били не где осуществляется самые крутые свадьбы самое романтическое место и одно из прекрасных мест латвии собственно говоря отправляемся по моим заветным местам поскольку я бывалый путешественник и я знаю толк в хороших местах а поскольку у вас время и место ограничено поделюсь с вами очередным своим местечком но сейчас небольшая реклама латвии огонская базилика русский замок кордос латвии наша кухня черный бальзам и лучшая строительная компания в латвии бригада 1 собственно и моя компания и спонсор данного выпуска так поехали били не пилс это замечательное романтическое место а если вы вдруг хотите удивить свою будущую супругу девушку любимую рекомендую это место потому что это романтический замок имеющий свою романтическую историю не так много мест где люди женятся где проводят свадьбы и самые крутые свадьбы это одно из этих мест то есть был трундлский замок били не эдлский замок и многие другие это места где люди брака сочетаются где они приезжают семьями внуками детьми им говорят что это место где мы были счастливы это латвия это шикарный замок замок с привидениями как обычно конечно замок в котором есть своя любовная история конечно же они частной любви не надуманные не заточенные по туристов реальная правда в этом месте как правило люди венчаются расписываются когда перед богом и перед друг другом обещают любить себя вечно и это осуществляется не где-то там в лоне какой-либо из церквей или каких-либо загсов а вот здесь на природе в реально красивом романтическом месте потом можно спуститься в низкое озеро поплавать но это то место где сотни пар связали себя узами любви а для нас это тур выходного дня где мы можем теперь с детьми просто насладиться хорошими местами прикольные коечки где можно позагорать надо очень иногда бывает солнце шикарная панорама красивой ищего замка и где можно просто гулять с детьми и вот когда ты здесь женишься выходишь замуж у кого как и ты несешь через всю свою жизнь эту любовь а потом у тебя появляются дети внуки и ты привозишь их в это место и рассказывая им эту замечательную историю на месте где живет любовь лежит красота и красота природная и земная и духовная к сожалению мы сегодня гуляем просто по замку и наслаждаемся осенью а у нас латвии сегодня осень осень в латвии выйдет так выглядит так потому что она аномально теплая то есть у нас осенью цветут розы вообще-то уже в это время должно было быть к минус 5 но вода нас продолжает радует своими яркими красками и мы наслаждаемся осенью в берине пилос здесь можно просто гулять по замку а можно гулять просто по парку замку который находится резан замком кайфовать и наслаждаться последними лучками солнца необычной природы необычной архитектуры необычные истории которые здесь не только были сто лет назад но и по сегодняшний день продолжаются облад есть такое понятие как архитектурные памятники деревья вот и две тысячи памятников деревьев и здесь гуляя по парку мы можем видеть такие памятники когда дерево является памятником охраняемым государством видите эти колокольчики когда выходит или брака сочетается какая-то пара влюбленная пара становится друг мужем и женой она подкидывает колокольчик на это дерево это дуб трехсотлетний и когда дует ветерок все эти колокольчики звенят и напоминают о сотнях влюбленных сердец вот такой дуб из берине латвия а вы можете сесть на эту лавочку и подумать об этом например вы приехали и у вас какое-то настроение плохое и или вдруг вы поругали со второй своей половинкой вы можете посидеть под этим дубом зеленый значок видите на дубе означает что это архитектурный памятник это дерево является памятником и достоянием латвии вот такой значок и таких свыше десятка деревьев находится в саде берине пилс здесь вы можете посидеть на круглой лавочке который не имеет начала и не имеет конца как все человеческое как любовь человеческая как любовь мужчины к женщине как любовь отца к сыну внуку в дочери к внучке поразмышлять о вечном у нас путешествие выходного дня мы отправились со своими детьми погулять поговорить о вечном показать им прекрасные места латвии просто погулять это просто не ясный лэнд не какой-то там сафари парк это просто лес но не просто это волшебный лес по нему мы и гуляем семейное путешествие выходного дня били не пилс во первых она очень скромная такое путешествие не будет вам стоит более 50 евро от риги до этого места буквально час то есть локация очень удобная это старая мельница 1850 года мельница и вы можете своей семьей гуляя по парку зайти ненадолго в эту замечательное место очень рекомендую мы например специально ездим сюда но порядка пяти лет пять лет назад мы открыли себя в этом замечательное место и нам старый мельница нравится больше чем в замке замком безусловно очень крут очень офигенен но нам как-то вот старая мельница нравится больше видишь видишь какая машина вы не поверите но это просто баня сауна который можно снять да и туалетик который можно посетить он находится на минус втором этаже то есть мы сходили в туалетик помыли ручки а вот это кафе где в непогоду можно посидеть в этом стиле поесть блюда одного дня может такое блюдо одного дня это когда ты приходишь в ресторан а там не добро пожаловать не здравствуйте не 500 вариантов блюд а буквально одно блюдо до классической латвийской кухни которая уже веками кушается здесь такой сейчас я вам немного позже покажу готовится на именно здесь в непогоду вы можете вот буквально вот здесь представляете какой интересный интерьер какой необычный интерьер это просто вынос вынос мозга то есть вот это так как нет у вас дома ежедневно теперь мы выходим вот на эту волшебную террасу а это действительно волшебная терраса потому что это шикарный дворцовый пруд в котором плавает рыба которую можно кормить с руки это необычайная красивая осень а это осень это не лето это релакс это тот самый выходной когда я хотел поехать отдохнуть мы все он делал мне надоела моя работа мои вечные проблемы финансы политика коронавирус все это дерьмо просто достала и я хочу релакса семейного релакса заметьте здесь моя семья и вокруг больше нет никого латвия не многолюдная страна и здесь можно наслаждаться великолепной природой до добротой латвии и своей семьей видите здесь нету извиняюсь за эти слова два автобуса с китайскими туристами здесь мы единственные ведь это милую женщину которая приготовила для нас блюдо одного дня то есть у у тебя нет такого ты открываешь меню и тебе надо из 500 блюд выбрать одно здесь будет одно блюдо но такое ради которого ты сюда будешь возвращаться вот она в этом горшочке готовится тут же можете себе представить когда у тебя нету выбора ты открываешь горшочек и вот то что есть там ты будешь кушать и больше ничего этой простая деревенская еда это самая вкусная еда в мире и она заставляет меня приезжает сюда из года в год мы так по ней мечтаем так скучаем и этот вкус он может быть ассоциируется вот с этим волшебным местом и ни с чем больше когда мы едем в бирине мы обязательно берем этот горшочек 3 евро он стоит ну с какими-то копеечками это гастрономическое путешествие он реально вкусен он реально заставляет о себе думать какое-то время он реально отвлекает тебя от всех проблем а дальше мы идем гулять просто по лесу который находится вокруг замка и попоза она по пути нам попадаются например качели которые только что вы увидели например нетронутая природа например вещи которые ну ты не ну такие непонятные вещи вот телескоп к чтобы смотреть на луну или вот этот телескоп для наблюдения за птицами ну такая инсталляция которая трудно понять ее значение аллея например в центре леса ну как бы не место и вроде бы а вроде бы и место например можно покататься на лошади хотите верховым хотите на пони хотите в повозке а мы просто гуляем еще одно уникальное дерево для инстаграма для кайфа для вау что это вековое дерево вековая липа их тут множество и вы знаете каждый раз к ты приезжаешь в бирине так с волшебными местами бывает один день никогда не похож на 2 всегда интересно просто погулять то есть что вам делать в бирине ничего но если вам достала эта суета если вы хотите расслабиться если вы хотите найти что-то уникальное в простоте приезжайте в бирине вот поверьте если вы услышали этот призыв от меня вы приедете в бирине один раз один раз и вы вернетесь сюда снова здесь все необычно необычно вот этот замок как он мог в этих полях появится у этого нет никакого логического объяснения появился вот это конюшня это конюшня здесь живет конюх милая девушка которая с удовольствием окажет вам услуги катания на пони на лошадях можете кстати покормить кроликов разных пород обратите внимание на конюшню это не коммерческий проект это конюшня с любовью посмотрите как красиво запах сена шикарные лошади лошади в хорошем состоянии частенькие ухоженные красивые вы можете выбрать лошадь и со своей второй половинкой просто покататься по парку а мы пройдем только половину парка сегодня потому что мы не лошади мы катаемся на своих двух ногах но позитивное кафе меню блюдо доводя позитив который исходит от лошади лошади здесь можно покормить и здесь опять же не на немноголюдно вы видите чтобы где-то вокруг нас были какие-то люди у нас путешествие выходного дня и ты концентрируешься на своей семье ты сосредоточен на своей семье и ты понимаешь что телефон звонить не будет что проблему тебя больше нет у тебя есть только наслаждение своей семьей окружающей обстановкой вот это я обожаю латвию в возрасте ты начинаешь ценить больше семейных ценностей а это ноу-хау оказывается илон маск был и в древней латвии здесь мы идем в экскурсию на водонапорную башню вот тёмка с вами вода набирается это инсталляция показывает что такое водонапорная башня что такое капелька воды и ты можешь себя ощутить капелькой воды как на видео видите то есть ты заходишь в башню и наполняет эту башню вода а ты являешься этой капелькой и ты поднимаешься снизу вверх похоже на свою воду это на и на и есть ощущение необычные согласитесь и так вода поднимается вверх здесь мы сталкиваемся с историей водонапорной башни видите как она бегает со стороны то есть сила ветра заставляла крутить этот флюкер и вода таким образом поднималась водонапорную башню и питала замок это примерно как история но и швейнштейн немецкого замка лестница с гусиным шагом конечный резервуар воды а сейчас мы поднимаемся на ну скажем так крышу и видим то устройство которое благодаря силе ветра вот он наверху над головой заставляла вращать лопасти и соответственно клапаны и наполняла эту башню представляете кто-то какой-то парень мудро в 19 веке построил просто посередине поля замечательный замок и придумал ноу-хау которые в наше время еще далеко до таких ноу-хау сила мысли хорошо когда мысль работает в руку с рукой и оставил себе такой след это замок прекрасный парк историю любви одной молодой пары которую когда вы узнаете послужит примером вам но это будет следующий раз честно говоря в этот раз мы не зашли замок надо все-таки с грамотным экскурсоводом пройти его и рассказать историю так как следует они свою интерпретацию тогда это будет более справедливо более правильно может быть кто-то владельцев замку услышит это и пригласить нас туда для грамотно составленного интервью для правильной подачи истории этого замка а внутри он не менее великолепен чем снаружи но мы наслаждаемся латвией осенью бери не путешествие выходного дня это правда осень это шикарная осень которую подарила нам природа обожаю латвийские поместья и замки также как и побережье латвии из-за немноголюдности на дворе у нас бушует коронавирус латвия одна из немногих стран которые не подвержена заболеванием коронавируса теперь вы видите почему выходной день а народу нету не задавайте вопрос почему в данном случае это не важно просто наслаждаетесь латвией в латвии две тысячи замок и поместье две тысячи замок и поместье которые стоит посетить не у всех такое идеальное состояние как убить не пилс это правда но заняться здесь есть чем и каждый выходной день может быть уникален но во первых надо сначала быть тоже уникальным человеком и настроиться уникально мне нравится гулять здесь по этому месту латвия католическая страна немножко православная страна но у нас по моему язычество у каждого человека в крови мне так кажется и поэтому наслаждение природой такое друидство но как бы тоже приветствуется здесь не знаю я очень счастлив что я живу в латвии что это моя культура моя страна трудно представить себе ну я бывал во многих странах планеты земля и когда мне задают вопрос а где ты хотел бы жить я отвечаю я хотел бы жить там есть сейчас живу и латвия наверное это все таки в моем мышлении райское место на планете земля это место действительно хочется жить создавать семью творить ну и наверно умереть ладно не о том путешествие выходного дня латвия бирине мое любимое место одно из моих любимых мест осень и если действительно какие-то проблемы житейские уж пригвоздили вас и жить не хочется сложности и просто подошли к самому горлышку пора сделать перерыв пора взять просто 50 евро потратить 3-4 часа своей жизни для того чтобы аристар тарануться восстановиться покайфовать от своей семьи от локации от еще одного замечательного места очень рекомендую замечательный котенок старая инсталляция старые вазы старый замок но гуляя здесь ты как-то видишь его по-новому а куда нам еще отправляться в этот коронавирус когда все аэропорты закрыты когда большинство фирм наверное банкротят в течение года когда уныние хандра впереди какие-то глобальные проблемы кризисы но в латвии есть места где ты об этом не хочешь думать где ты как бы возвращаешься в прошлое хотя находишься в нем в настоящем кайфуешь от простых элементарных вещей и теме не хочется думать ни о чем вот как этому маленькому мальчику только бы выловить вот эту несчастную рыбешку а все остальное пусть подождет завидуешь этому парню представляешь у него ведь нет никаких проблем в данный момент и ты вырвался от всей этой суеты от всех своих проблем и сейчас их как бы у тебя нет латвия очень хороша тем что депрессию можно лечить тем что путешествуешь по разным усадьбам замком таинственным уголкам поэтому если вы не были в латвии очень рекомендую до новых путешествий с вами был владимир на сегодня все путешествие выходного дня окончено всем спасибо за просмотр